привет привет всем любителям вязать сегодня мы продолжим вязать сумку серию из сумок я вязала прошлый раз сумочку макарон из тонкой пряжи если помните с такой вот кто смотрел сегодня я решила связать тоже такую же сумку макарон только возьму пряжу я толще вот настолько и попробую я связать с ней и посмотреть какая получится сумка насколько она будет плотной как будете жать форму вот так же мне понадобится как и к прошлой сумочке я буду делать такую же ручку вот такой вот замок я купила для этой сумке также такие колечки для ручки вот крючок я возьму номер 8 так как у меня толстая пряжа и крючок будет соответственно толстый вот и иголка понадобится мне соответственно побольше ушка что пролезла она я возьму такой вот пластмассовую вот ну и чё и попробуем мы теперь связать с толстой трикотажной пряжи такую сумку вот будем начинать вязать и так делаю кольцо и набираю 6 столбиков без накида кольцо так 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 плотно и будем вязать дальше узором галочка точно так же как и прошлую сумочку мы вязали делаем прибавки в каждую каждый столбик провязать крючок проталкиваем между столбиком и сзади что вон точно так же вышел между столбиком сквозь столбик вяжем так узором галочка до конца ряда делаем прибавки каждый столбик провязала первый ряд прибавки второй ряд будем делать прибавки через раз столбик и так вяжем до конца ряда столбик прибавка и так вяжем до конца ряда столбик прибавка провязала ряд столбик прибавка следующий ряд у нас будет два столбика прибавка только мы будем вязать как и прошлый раз сумочку мы вязали по принципу идеального круга будем делать прибавки не над прибавкой а следующий столбик так как у нас здесь мы смотрим внимательно что у нас прибавки идут через раз то есть получается нашей одиночные столбики они после прибавок после каждой прибавки идет один столбик и поэтому в эти столбики одиночные провязываем прибавку в этом ряду именно так они получаются что все одиночные прибавки после прибавок и поэтому мы в них делаем прибавки они после прибавок каждый столбик получается что у нас в этом ряду прибавка через два столбика два столбика над прибавками 2 следующий столбик одиночной после прибавки провязываем прибавку так вяжем до конца ряда закончила я ряд не умнее было прибавкой два столбика этот ряд теперь у нас будет три столбика и прибавка смотрим значит что у нас предыдущий ряд у нас начинается с прибавки поэтому мы их провязываем и в следующий столбик после прибавки мы делаем прибавку дальше мы вяжем три столбика 1 2 3 у нас как раз это прибавки предыдущем ряду лавка и в следующий столбик делаем прибавку абсолютно не меняется принцип вязание круга только меняется расположение прибавок вот и все прибавки просто у нас смещается мы начинаем каждый ряд так чтобы наша прибавка была расположена после прибавки в предыдущего ряда следующая прибавка и так мы вяжем круг делая прибавки в каждом ряду и делаем опять же размер тот который бы вы хотели видеть из своей сумочки прошлый раз я связала сумочку у меня был размер круга 22 сантиметров этот раз я сделаю на она немного поменьше чуть чуть поменьше было более аккуратненький будет свяжем круг и встретимся так я столкнулась здесь с тем что у меня весь нитка была пришита два кончика пришиты меня это не устраивает они были так слегка зацеплены я сделаю то же самое что я показывала вам в предыдущем видео я делала сумочку как я соединяла два кончика две половинки отрезаем убираем нашу машечку и приклеим второй кончик эта нитка толще может быть здесь она будет стык толстый так будет поделяться немного но мы постараемся его спрятать вот соединила и момент вязания я ее эту часть попробую спрятать в ряд когда спрячу покажу получилось не спрятать или нет вот значит смотрите вот у меня это часть где я соединила три ниточки здесь я так вот возьму проверю вот не у меня спрятались последующие ряды еще больше спрячет поэтому не бойтесь что будет видно просто старайтесь делать так чтобы эта часть она ушла где-нибудь там вот все дальше будем когда провязывать здесь раздвинем здесь добавим еще и она уже не выглянет провязала я круг который мне вполне устроил по размеру здесь у меня в ряду в последнем сейчас скажу раз два три 4 5 6 столбиков и прибавка между прибавками 6 столбиков размер у меня получился вот так 19 сантиметров дальше мы будем вязать столбики опять же галочки нашей будем подниматься вверх будем вязать без изменений каждый столбик провязывать про вяжем пока два ряда там посмотрим стоит ли нам вязать лите ряд либо также хватит два ряда чтобы не сильно толстая получилась на сумка провязала я два ряда и думаю двух рядов будет достаточно так как получилось такая вот толщина с этой стороны получится где-то так такая вот сумочка поэтому двух рядов достаточно без изменений мы провязали теперь делаем соединительные столбики по кругу просто вводим крючок под верхушки столбика и делаем соединительные так вот у нас получится такая вот косичка вот наши столбики вот наша косичка и она у нас более укрепляет наш край вяжем так до конца ряда так то что это конца здесь я обрезаю ниточку вытягиваем делаем еще один соединительный столбик чтобы у нас получился аккуратный законченный вид протягиваем через следующий следующую петлю ниточку так и возьму я на крючок поменьше как толстая нитка и вытягиваем обратно наш кончик оттуда откуда он вышел чтобы получилось у нас дополнительная цепочка вот так туда высунула сюда вот сюда мне надо так вот вот закончили мы ряд так все аккуратненько напрямляем дальше мы спрячем наши ниточки сразу на этом этапе потому что под подход к ним будет потом неудобный пока они у нас такие вот половинчатые прячем ниточки и вяжем вторую половинку точно так же нитку мы будем сразу не обрезаем мы ее потом обрежем по длине свяжем такие чаши и встретимся еще одну так что я хочу сейчас сказать мне не хватило этого цвета когда я начала отвязать второй кружок свой вторую часть сумки мне не хватило цвета этого чтобы закончить ряд цепочки вот этой вот соединительных столбиков и я немного распутала взяла отсюда с первого кусочек кусочек ниточки довязала и решила сделать вот что решила сделать из другого цвета цепочку и из этого же цвета буду с этим же цветом буду соединять сумочку и получится у меня такое вот косичка такая из другого цвета будет вот так вот сумки к сожалению нитки у меня такой больше нет вот ну вы знаете да вот этот вот пироженка это печенье или как он называется макарон у него крем и вот будем считать что у меня это вот типа крема посмотрим как выглядеть будет в готовом виде это сумочка с этим всем что мне пришлось вот так вот сделать так теперь будем сшивать наши половиночки я пропустила нитку которая была здесь и пропустила сквозь эти столбики соедините его вернее через верхушки столбик соединительные столбики мы не трогаем они у нас украшение и плюс укрепляют наш край берем колечко продеваем сквозь него и следующий следующий столбик я пропускаю ниточку чтобы получилась такая петелька сделали мы петелечку берем вторую половинку так вот у нас вот здесь есть такой вот бугорочек немножко получается мы его будем соединять другим так вдруг напротив друга можем чтобы они не выпирали а как бы немножко дополняли друг друга вот нахожу я приложив так нахожу я другую на этом на второй половинке столбик куда мне надо продеть нить продеваем неправильно я продела надо было снизу вверх или потом в колечко кстати я взяла поменьше иголочку потому что у этой иголки ушка сильно толстая и так как плотное вязание получилось трудно продевать иглу так про деле и в следующую сюда мы выводим делаем вторую петельку и получается у нас так вот держится колечко на петлях теперь я буду идти вот сюда обратно вязать чтобы вот этих вот эти вот связать части так я теперь буду вязать перегородочками вот отсюда сюда так вот буду сшивать такая вот шнуровка получится вот и поэтому я выхожу обратно вернее обратно а в ту петельку куда я входила в первый раз на второй половинке вот продеваем стягиваем хорошо и сюда вкалываю туда откуда у меня выходил пир первый раз я бы пропускала нитку получится у нас такая вот шнуровка вот итак мы будем шнуровать сшивать вот так чтобы иголкой не в дети не порвать следующий столбик тут получается у нас соединение где было переход на другой ряд нас вот такой вот полный столбик вернее не полная долечка верхушка вернее вот вяжем при вешиваем и так до того места где мы будем привязывать колечко где-то здесь наверно сюда где-то не довяжу это здесь вижу дошью и встретимся вот теперь хочу сравнить две сумочки одна связана из пряжи потоньше другая связана потолще вот разница в них такая вот нитках выйти вот и смотрите на вот эта сумочка которая связана потоньше она она тоже как бы держит форму все но она вот вот вдавила я ее хорошо и она уже обратно не возвращается такой вот минус есть вот ну единственный наверное все таки минус будет такой сумки если подклад сделать потолще плотный такой подклад может она не даст ей так сильно мяться вот и вот эта сумка из толстой пряжи который я ее буду мять она будет всегда возвращаться обратно в исходную вот в этом и плюс для такой сумочки я приделала этот ремешок я не знаю может я продену сюда так же как и здесь продевала будет симпатично смотреться то продену вот тоже как дополнение будет держалась цепочка здесь здесь надо мне теперь осталось сделать подклад я сделаю пришью замок подкладом вот и сумка готова когда я ее уже пришью я покажу уже ее полностью в готовом виде цвет такой он почти похож закончил уже с подкладом и она такая вот стала более легко сюда можно просунуть руку так что так сделаю я подклад пришью и покажу уже полностью ее готова виде так я сшила подклад и буду я его пришивать так вот вставлю и буду ниточками в цвет вот так вот вдевать вот сюда и пришивать все пришила я подклад вместе замком вот так 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 вот плотно немножко ну такая сумочка получилась из толстой пряжи там уже по желанию можно украсить также кисточкой сделать кисточку зацепить сюда мне нибудь сбоку вот ручку можно тоже ницу продеть по желанию на этом с этой сумочкой тоже закончили круглая получилась